чем так хорош тот ужасный период который мы все вместе переживаем избытком свободного времени которое можно посвятить книгам фильмам творчеству и телесериалом когда-то телесериал был безусловно низким жанром телемыло для домохозяек но например с девяносто второго года когда вышли первые второй сезоны twin пикса ситуация радикально изменилась оказалось что авторы могут работать с этим жанром и более того в условиях полной творческой свободы правда это не к твин пикса относится оказывается можно развивать те темы и в таком объеме в котором коммерческий кинематограф не позволял это делать последние лет пять как бы сказал владимир ильич действительно важнейшим из искусств является телесериал и мы наблюдаем и возрождение этого жанра и экстраполяцию его за его привычные границы и конечно же перезагрузку смыслов и приход авторов и режиссеров и актеров и сценаристов в этот когда-то маргинальный жанр возьмите только триумфальное возвращение линча в третий сезон twin пикс или сериал рев на слишком стар чтобы умереть молодым или сериал объединенной фигурой сценариста чарли брукера черное зеркало совершенно гениальное произведение объясняющие нам и смысл современных технологий и метаморфозы которые происходят у нас головах но что такое хорошо и что такое плохо в этом жанре если спустя неделю вы не можете вспомнить ни название не содержание не главных героев безусловно это дрянь они сериал и поэтому хорошее настоящее кино даже в такой объемной форме работает как некое расширение нашего мозга когда вы читаете роман это не то же самое что рассказ рассказ проглотил и следующий вечер надо искать себе новое чтение роман работает в долгую иногда он тебя ненадолго отпускает потом возвращает снова в текст потом как например фаузовский волхвы или имя розовым берта эка даже спустя недели после того как ты из книги вышел он по-прежнему держит твое внимание и во всем заставляет замечать те проблемы которые наметил автор и вот так работает сериал французский сериал бюро легенд с матье кассовицам как раз из такого рода сериалов если вы посмотрите хотя бы первые три сезона на последних двух не настаиваю хотя только сейчас выходит 5 вы убедитесь том как по-настоящему работает этого рода искусство вроде бы это шпионский детективный сериал в котором мы должны смотреть за французским вариантом бандианы супер-агент возвращается из сирии начинает мирную жизнь у него есть домашние привязанности у него есть любовь которая осталась там и разные другие вещи которые не отпускают а там новые дела новые интриги и вот тогда когда ты посмотришь в серию 4 или 5 ты начинаешь понимать о чем это вообще история когда мины замедленного действия начинают срабатывать драматургические узелки связываться с другими когда получается что все что происходит сознание герои то есть самое главное содержание когда ты действительно не можешь спокойно лечь спать после того как этот проблемный узел затянут окончательно вот тогда ты попал в сериал и поэтому настоящая большая форма романная форма в которой как в войне и мире толстого надо уследить одновременно за несколькими десятками персонажей и тем моментом когда они переходят дорогу друг другу и когда стреляет бесконечными залпами все эти развешенные когда-то в первой главе ружья вот это есть высокое искусство посмотрите бюро легенд вас обязательно конечно же фигура главного героя в исполнении матье касавица по-настоящему за душу возьмет его драмы переживания его отношения с другом тире врагом его отношения с бывшей настоящей ли или в будущем любимой женщиной его представление о том как устроена эта реальность в которой кстати говоря все мы играем роли все мы такие же двойные агенты если у кого-то есть вторая семья или какой-то другой интерес или он чувствует как на работе также затягивают гайки и делают из него не человека функцию добро пожаловать вы тоже находитесь в детективном шпионском сериале была бы такая роскошь быть самим собой 24 часа в сутки но героя матье касавица не может расслабиться ни на минуту я бы назвал беру легенд кинематографом мозга если есть под элезу кинематограф тела в котором самое главное происходит с физическими предметами летит пуля или траектория кулака нас занимает есть кинематограф мозга в котором самое интересное то что происходит внутри человеческого сознания но это может быть экранизация буквально сна или фантазии но это может быть невидимое изменение которое мы только угадываем по нервным реакциям героя и вот тогда от серии к серии от одного момента выбора к следующему решению героя вы можете интеллектуально проникнуть в это неведомое самое интересное что есть в голову другого человека каждый сезон каждая следующая серия держит вас напряжение именно интеллектуально матье касавиц его тончайшая игра когда без всяких особенных ужимок усилий или жестов он дает возможность вам понять то что он сейчас чувствует реакция других героев его друга врага того что происходит вокруг него авторы сериала бюро легенд посвящает нас в эти великие тайны тайны жизни человека а не только жизни вещей